Сегодня мы продолжим разговор и закончим разговор о Примодском районе. Сегодня я расскажу немного о районе Лахта, очень интересный район в Примодском районе и вообще в Петербурге. Сейчас я нахожусь на улице Санкт-Петербурге. Вот я вам показываю буддийский центр, по-моему, он единственный в Петербурге. Я не буду утверждать, потому что я из тех, которые привезут и говорят. Особо я про это ничего не читаю, про все невозможно читать. Также этот, что можно сказать, о районе. Я бы сказала, что он начинается от метро Черная речка. И это самый, как бы, старый район в этом районе. То есть, Черная речь лежит в сторону Лахты, в сторону Сестрорецкого курортного района, то дома будут новее и новее. Если вы видите на Черной речке, то там можно увидеть и немецкие протеджи, и кирпичные крючевки. Все это очень зеленое, в зелени, очень симпатично. Также можно увидеть вот такие вот дома. В далеке обычные крючевки строятся. Там вот переезд Булливер и метро Старая деревня. И вот эта вот Липовая аллея переходит в торшедную дорогу. Там улица Школьная. Также этот район характерен тем, что здесь очень много выходов на парк. То есть, вот если пройти вот туда, то там парк на Елагином острове. Можно зайти и можно пройти к Приморскому Парку Победы и ЦППУ. К Центральному Парку Культуры и Ордов. Это все на острове находится. Если кто не знает, там вдалеке машины едят. Это Приморское шоссе выходит на западный скоростной диаметр. Вот. А если идти вот туда, то там основной район Славаакты. А мы находимся вот практически в начале. Также тут еще в середине района есть парк трехсотлетия Петербурга. То есть, с точки зрения зелености и насаждений, это очень хороший район. И тут же ветер был из Славаакты. Вот тут сейчас дует и я не знаю, как это будет выделить на видео. Тут нет. Очень сильный ветер. Поэтому снимать не могу то, что бы хотела. Вот это части до западного скоростного диаметра. Здесь встречаются, ну они дальше есть в принципе шестьсот одиннадцатая серия. Очень хорошая в принципе панель дома серийная. И 137 серийных домов здесь встречается. А так в основном только застройки. Новые девяностых, двухтысячных годов. Выходит все это в курортном районе, в Сестра-Ревском. Вот такие вот у нас видовые квартиры на западном скоростной диаметре. Очень плохо видно. Солнце, удобно. А вон там нет арена. И да чуть-чуть. Может еще увижу. Вот оттуда я пришла. Ну вот это с обратной стороны. Ну то есть это уже глаза. Когда вы видите западные диаметры. У меня есть очень много торговых комплексов. Парусель, окей. Чтобы у меня спецслужб был. Ну и вот что смотрели. Вот тут такой часак. И главное, то есть будет. Один из технического района. И такие внутри там дома. Такой футболистер или сель. Ой, сейчас опамили. Может какие-то в четыре. Здесь на лахте. Те же самые улицы, что и на оптиках. Яхтинная, туристская, беговая. Будьте осторожны. Здесь начальные номера, на оптиках конечные. Вот я стою в начале Яхтинной улицы. Здесь видно хорошо Зенит-арену. Еще какие-то здания, я не знаю, что это за здание. Вот это вот Петерленд, который оказался. Не знаю, что здесь есть. Опять ветер начинается. Ну вот, то, как я и говорила, это все такие сети, три района. Потому что у них есть такой самушка, что пойдет застройка. Новыми домами, в принципе, смотрят, загружаются народ. Огромный комплекс. Вот. Но ветер, конечно, знатный. Но тут, похоже, так всегда. И было так. И даже зимой сюда попало. В общем, меня не сдуло и не заморозило. Тогда еще меньше было зданий. Вот. Ну, любуйтесь, смотрите. А я пошла в карусельку. Удачи! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.